В эфире первого карагандинского новости в студии Гульнур Жакен. Здравствуйте! Сегодня в программе. На личном контроле у Акима Карагандинской области ход реконструкции транспортного коридора, соединяющего Астану и Алматы. Выпускники школ Карагандинской области закончили сдачу ЕНТ. Каковы результаты сегодня в выпуске? Язык жестов освоить не просто, а спеть, используя их тем более. Гульдана Утигенова стала победителем дельфийских игр в номинации «Пени на языке жестов». Аким области Нурмухаммед Абдибеков совершил объезд участков реконструкции транспортного коридора Центр-Юг автодороги Астана-Караганда-Балхаш-Алматы, где осмотрел ход его строительства. Подробности в следующем сюжете. Глава региона ознакомился с проводимыми работами на участке поселок Баймырза, город Тимиртау. Общая стоимость реконструкции данного отрезка территории составляет более 10 миллиардов тенге. На этом участке предусмотрено устройство двух транспортных развязок и трех путепроводов, одного подземного перехода и 38 единиц водопропускных труб. Подрядчик подробно ознакомил Акима области с ходом выполняемых работ. В нашей области реализуется крупномасштабный проект по программе «Нурмухаммед Абдибеков» в центре Юг. По территории Карагандинской области реконструкция идет на протяжении 93 километра. На эти сели из национального фонда выделены денежные средства, полным объемом осваиваются. Далее «Нурмухаммед Абдибеков» осмотрел строительство придорожного сервиса в поселке Ошаганде. Здесь будут расположены гостиницы на 30 мест, столовая, станция технического обслуживания, стоянка для легковых и грузовых авто и многое другое. Завершить строительство планируется в 2017 году. Акима Сакаровского района Кайрат Шайжанов доложил главе региона о том, что для наиболее полного развития объектов придорожного сервиса площадки отдыха перенесены на более оптимальные места расположения с увеличением размеров площадей земельных участков. На данный момент проведены конкурсные процедуры и определена организация по изготовлению проектов детальной планировки площадок придорожного сервиса – архитектурно-градостроительный центр города Тимиртау. Изначально при строительстве дороги объекты придорожного сервиса не были учтены. Но в прошлом году с участием открыли субъекты и проведены совещания с Казахтажовым, с проектировщиком и приняли решение для полного эффекта увеличить вот эти вот участки. В ходе осмотра Аким области дал поручение, чтобы на данных площадках размещение объектов полностью соответствовало современным национальным стандартам категории 1Б, а именно АЗС, кемпинг, автомойка, станция технического обслуживания, пункты общественного питания и розничной торговли, стоянка с разделением парковочных мест для автобусов, легковых и грузовых автомобилей. Глава региона подчеркнул, что реконструкция транспортного коридора, соединяющего Астану и Алматы, осуществляется в рамках государственной программы инфраструктурного развития Нурлыжол и дал конкретные поручения по качественному и своевременному проведению ремонтных и строительных работ. Екатерина Афанасьева, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Легализация имущества и доходов продолжается. Несмотря на активную пропаганду узаконивания недвижимости, объектов и денег, пять районов области игнорируют данную работу. С начала текущего года не легализовано ни одного объекта в городах Каражал, Приозерск, Актугайскому, Каркаролинскому, Щецкому районам. Всего в доход государства поступило около 7 миллиардов тенге. Акимобласти Нурмухаммед Абдебеков раскритиковал бездействующих Акимов. Подробности далее. С начала года по области легализовано 445 объектов. Наиболее активными в легализации выступают Караганда-211, Джесказган-51, Тимиртау-42. До конца 2016 года прогнозируется легализовать еще 290 объектов, в том числе 59 жилых и 231 нежилых. Несмотря на активную пропаганду, в пяти районах области не легализована ни одна недвижимость. Анализ показал, что по четырем регионам план выполнен более чем на 100%, по четырем регионам более чем на 50% и по пяти регионам менее 50%. С начала текущего года не легализовано ни одного объекта по пяти регионам. Это города Каражал-Приозерск и по районам Актугайскому, Каркаролинскому, Шецкому. В Асакаровском, Бухаржирауском районах и городах Караганды и Балхаш план по легализации выполнен на 100%. Не отстают и Сатпаев, Джесказган, Жанаркинский район. В Бухаржирауском, Каркаролинском, Шецком районах, в городах Шахтинск, Сарань постоянно проводятся разъяснительные семинары для граждан. Аким области отчитал бездействующих чиновников. В настоящее время в целях улучшения условий легализации Министерство финансов предлагает внести в законодательство две упрощающие нормы. Позволять повторное рассмотрение комиссии документов, получивших ранее отказ, и исключать бумажную волокиту с установлением в соответствии с градостроительным регламентом противопожарными и санитарно-эпидемиологическими требованиями. Аймамрина Улжацгабасов Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Специализированный дом ребенка Шапагат существует в Караганде вот уже 31 год. Всего на попечении у воспитателей находится 105 малышей возрастом до 5 лет. 47 из них обзавелись новыми друзьями из Южной Кореи. Какова цель визита гостей, расскажет Екатерина Фанасьева. В специализированном доме ребенка Шапагат сегодня веселая встреча. К ним в гости пожаловали корейские врачи. И если обычно дети избегают подобных встреч, то в данном случае все прошло весело. Две женщины из Южной Кореи детей не лечили, а лишь показали, как правильно пользоваться зубной щеткой, мылом и делать зарядку. Малыши повторяли каждое движение и даже сами попробовали подержать в руках гигантскую королеву – зубную щетку. Мы специально приехали из Дегу, чтобы провести время с карагандинцами и быть полезными для вас. Сегодня мы посетили дом ребенка и показали малышам, как правильно пользоваться зубной щеткой, как следует мыть руки. Ведь болезни начинаются от того, что люди, а тем более дети, не моют руки. Надеемся, что теперь они будут делать это чаще. Встреча в специализированном доме ребенка Шапагат прошла по инициативе Совета деловых женщин Карагандинской области. Гульмира Садвакасова считает, что эта встреча была необходима и оставит у детей яркие впечатления. Теперь мыло – это не враг, а друг, а зарядка – веселые движения под музыку. Я хотела бы выразить огромную благодарность, что нам предоставили такую возможность, Совет деловых женщин Карагандинской области, посетить детский дом и поговорить с детьми о гигиене. Прощаясь с малышами, новые корейские друзья подарили им небольшие, но приятные подарочки. Благотворительная кампания направлена на развитие казахстанско-корейских отношений в сфере медицины и туризма. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе. Первый Карагандинский. В нашей области завершилась процедура сдачи единого национального тестирования. Приняли участие в сдаче ЕНТ 4 475 выпускников. Из 218 претендентов на аттестат Алтенбельга подтвердили знания 122 выпускника. Из 97 претендентов на аттестат с отличием подтвердили 39 выпускников. Самый высокий результат по области 125 баллов показал выпускник казахско-турецкого лицея номер 3 города Жизказган Абишев-Телегберген. 123 балла набрали три ученика. 122 балла показали пять выпускников. Нугманов Айдар, КТЛ номер 1, город Караганда. Фадеева Елизавета, КГУ, средняя школа номер 24, город Симиртау, Сиид Арайлым, средняя школа номер 86, город Караганда. А также Кубен Ахпутас, Ишиид Дарын и Айчан Султан, КТЛ номер 3, город Жизказган. Главный экзамен выпускников проходил у нас в три потока 3, 5 и 7 июня. Сдача ЕНТ проводилась в 15 пунктах ПП ЕНТ. Следует отметить, на сегодняшний день республиканский показатель 81,3 балла. А по предварительным данным, средний балл по Карагандинской области составляет 81,9 балла. Единый национальный тестер в нашей области прошло организованно. Не отметив случаев каких-либо происшествий, не отмечается. Нарушений правил проведения ЕНТ также у нас не было. И выводов из аудитории также не отмечается. И, как следствие, нет и аннулирования ответа выпускников. Во-вторых, во всем нашим регионам, сельским и городским, отмечается динамика определенная. Идет рост среднего балла. И что, конечно, сказывается и на результатах областного показателя. Областной показатель у нас вырос на 2,5 балла. И на сегодняшний день, по предварительным данным, выше республиканского. Впереди небольшая реклама, а после мы продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Коллектив компании «Караганды-Су» против терроризма. Сегодня в стенах компании прошла встреча профсоюзных лидеров области и сотрудников, которые единогласно высказались против нарушения мира и стабильности в стране. На встречи побывала и наша съемочная группа. Подробности у Айма Мриной. В зале нет свободных мест. Обсудить тему терроризма собрались около ста работников компании. Сотрудники внимательно слушают членов профсоюза и представителей партии «Нур-Отан». Коллектив компании выражает согласие, что последние события в Ак-Тубе не должны найти продолжение. От имени коллектива «Токараганды-Су» выражаем глубокое соболезнование родственникам трагически погибших в городе Ак-Тубе. Наше желание – это жить в мире и согласии. Собравшимся был показан фильм о работе профсоюзов. Организаторы отмечают, что это делается специально для того, чтобы каждый работник понимал, что он не один. В случае необходимости любому будет оказана помощь. Также они поясняют, тема терроризма выбрана не случайно. Сегодня весь Казахстан скорбит по убитым военнослужащим и мирным жителям в Ак-Тубе. В виде диалога, чтобы каждый мог высказаться, сказать свою гражданскую позицию, понять, что они не одиноки и все вместе солидарны. Мы живем в стабильной стране и до сих пор не верится, что такие события могли произойти в нашей республике. Мы призываем всех держаться, не поддаваться радикальным настроениям. 12 отраслевых профсоюзов региона работают на защиту прав простых рабочих, поэтому организаторы встречи призывают трудящихся решать любые споры мирно. Аймамлина Улжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Стали известны итоги 12-х молодежных дельфийских игр. Как отмечали организаторы, изюминкой этих состязаний стала номинация для молодежи с ограниченными возможностями пения на языке жестов. Наша съемочная группа послушала и встретилась с призером этого конкурса. В этом году данная номинация представлена впервые и уже карагандинцы с ограниченными возможностями ответственно подготовились к конкурсу. Призером 12-х молодежных дельфийских игр в номинации пения на языке жестов стала 26-летняя мама двоих детей Гульдана Утигенова. В репертуаре девушки около 30 песен, на играх она исполняла 3. У девушки четвертая степень глухоты, она ничего не слышит с самого детства, но руки не опускает. Сначала я учу слова, подбираю жесты, затем звучание с музыкой жест. Это сложно, но я стараюсь, для меня ведь это важно. Жесты подобрать тоже непросто, в русском языке много аммонимов. Нужно хорошенько подумать, прежде чем выбрать определенный жест, а впоследствии и выучить его. В обществе дети с ограниченными возможностями будут успешными при наличии специально созданных условий. Такие условия есть в Доме культуры глухих. Уникальным коллективом является ансамбль жестово-мимического пения и танца «Меруэрт». Он был создан в 1994 году на основе танцевального коллектива, созданного в далеком 1982 году. В 2000 году коллективу было присвоено звание «Народный ансамбль». Участники ансамбля слышат вибрацию звука, музыку чувствуют сердцем. Жанр жестового пения появился гораздо позднее, в 2004 году. Здесь рады видеть всех, кому интересно творчество. Дом культуры, дверь открыта для всех, кто к нам ходит, кто не ходит. И участвуя, и один раз приняв участие в каком-то концерте, повидев эти аплодисменты, эти цветы, потом они остаются у нас на очень долгое время. Принцип работы ансамбля – это индивидуальный подход к каждому участнику коллектива, а также непрерывное профессиональное развитие, повышение квалификации и мастерства хореографа и участников ансамбля. Татьяна Головченко с 1986 года работает с глухонемыми подростками и молодыми людьми. У женщины очень много учеников. Гульдане повезло войти в их число. Сначала мы работаем над словами, над песней, я учу их жестам. Потом рассказываю про что песня, чтобы они знали смысл содержания этой песни, и чтобы потом могли душевно выразить ее, то есть мимикой лица, не только жестами. Теперь Гульдана Утигенова будет готовиться к областным дельфийским играм. А нам остается верить, что и там наша землячка одержит победу. Екатерина Афанасьева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. Мечтающим получить водительское удостоверение созданы все условия. Теперь, чтобы получить права категории А и Б и А1-Б1, не обязательно три месяца сидеть за партами автошкол. Достаточно лишь сдать теоретические и практические экзамены в спецавтоционе. Эти изменения вступили в силу 7 июня и не распространяются на профессиональных водителей. Мы решили узнать, что же от таких новшествах думают карагандинцы. Подробности у Аймамрины. Желающие получить права в первый раз без обучения должны подать заявку в спецавтоцион. Затем их ждет 40-минутное тестирование на знание правил дорожного движения. В случае, если кандидат набирает 32 балла, его отправляют на практический экзамен вождение. На автодроме будущий водитель показывает свое мастерство, лавируя и маневрируя среди специально расставленных преград. Каждый кандидат имеет право сдать экзамены трижды. В случае трехразового фиаско у него есть возможность пересдачи через 6 месяцев. В рамках оптимизации предоставления государственных услуг по выдаче водительских удостврений, в правила приема экзаменов и выдачи водительских удостврений, приказа Министерства внутренних дел Республики Казахстан от 2 декабря 2014 года под номером 862 вносится норма, позволяющая гражданам самостоятельно подготовиться и сдать экзамены, на получение водительского удостоверения, на право управления автотранспортными средствами, то есть мотоциклы и легковые автомобили. Новость вызвала неоднозначную реакцию среди граждан. Если молодежь рада таким изменениям, люди постарше опасаются увеличения количества аварий на дорогах. Плохо я на это смотрю, потому что очень много, за рулем хулиганов много. Правила не соблюдают, может быть, не знают, но лучше, конечно, когда учатся. Не знаю, надо знать правила дорожного движения, во-первых. Но если знает человек, не будет, наверное, нарушать. Легкости, конечно, не помешают. Это плохо, надо обучаться, проходить теорию, практику, а потом уже, как говорится, получать права. Чтобы лучше получали, как раньше, в ГАИ, через ГАИ, только так, не иначе, потому что там программа обучения лучше. Аймамрина Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Казахстане с 2008 года внедрен критерий живорождения с официальной регистрацией детей с 22 недель весом 500 граммов. Выхаживание недоношенных детей – главная задача неонатальной службы областного перинатального центра. Героиня нашего следующего сюжета Гульнар Галеева почти 30 лет работает неонатологом. Детская мечта Галеевой Гульнар – стать врачом, а именно педиатром. Сразу после школы в 1980 году поступила в Карагандинский государственный медицинский институт. А закончив его, в 1986 году по распределению попала в город Костанай, где проработала три года в родильном доме. В Костанай был очень хороший коллектив единомышленников, который, наверное, именно там привил мне, может быть, громко будет сказано, но какие-то истоки профессионализма моего. Потому что именно с Костанай меня отправили учиться молодого врача, молодого специалиста, который не имеет практически никакого опыта. Но я прошла обучение в Киеве именно по неонатологии. После возвращения в родной город Караганду два года отучилась в клинической ординатуре. И вот уже с 1999 года работает в областном перинатальном центре. На сегодняшний день в центре работают два новых отделения – реанимация новорожденных на 12 коек и отделение патологии новорожденных на 40 коек. Все работники центра – высококвалифицированные специалисты. Контингент тех больных, которые находятся у нас, это, конечно же, перинатальный центр, ориентирован на женщин группы высокого риска. То есть это преждевременные роды до 34 недель. Процент, к сожалению, преждевременных родов из года в год, он остается одинаковым. Концентрируются эти женщины у нас, рождаются. Находятся у нас в перинатальном центре очень долгое время, не 10 дней, не 20 дней. Бывает, что месяц, два месяца. Становятся нам почти как родными. У нас ежегодно, уже второй год подряд мы отмечаем день, международный день недоношенного ребенка, который проходит в ноябре. И в этом году, вернее, в 15-м году инициаторами проведения этого дня в перинатальном центре были сами родители. Борьба за жизнь нового человека требует огромных профессиональных и человеческих затрат. Не каждый молодой доктор и медсестра смогут работать здесь. Ведь работа очень тяжелая, не столько физически, как морально. Если бы человеку не нравилось то, чем он занимается, он бы не работал, потому что это очень трудная работа, очень тяжелая работа. У нас были случаи, когда приходили и молодые доктора, и медицинские сестры, и проходили стажировку у нас, допустим, несколько дней, и видят, что такая трудная работа в силу состояния своего здоровья или каких-то других причин. Даже уходили, потому что они говорили, что для них это тяжелый труд, что они не смогут здесь работать. Вот именно потому что здесь и морально, и физически очень тяжело. Это ежедневная, ежесуточная, это ежечасная работа. Перинатальный центр ориентирован на женщин группы высокого риска, то есть это преждевременные роды до 34 недель. Врач-неанатолог не знает ни выходных, ни праздников. Он трудится каждый час, каждую минуту. Моя функция заключается в том, чтобы, наверное, учить молодых. Это тоже работа. Передавать опыт молодым, потому что у нас должно вырасти поколение, и мы должны воспитать, наверное, поколение молодых врачей наших, которые пришли бы нам на смену. А сердце Замбаева Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Если у вас есть интересные информации, звоните нам по телефону 4206-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Монсо Угландстар. Редактор субтитров А.Семкин